Где сегодня место и роль нашей гагаузской автономии? Как сегодня развивается наша автономия? И эти вопросы возникают буквально у каждого жителя нашего региона. И эти вопросы возникают у всех жителей нашей страны. И если спросить сегодня любого молдавского чиновника, он обязательно скажет, что Гагаузия является неотъемлемой частью республики Молдова. И вы знаете, для некоторых чиновников республиканского масштаба это где-то так такая заученная фраза, которая используется на торжественных мероприятиях. А когда речь идет о конкретной поддержке нашей автономии, а когда речь идет об исполнении закона об особом правом статусе, конечно же, эту мантру все забывают, и никто абсолютно об этом не вспоминает. Я не буду голословно, я хочу просто привести некоторые цифры. Вот 2018 год, закон о бюджете республики Молдова на 2018 год. Бюджет нашей страны был утвержден на 38 миллиардов лет. Если посчитать, сколько приходится на каждого жителя нашей страны, это приблизительно 14 тысяч 500 лет. Бюджет нашей автономии, который утвердили депутаты Народного Собрания в прошлом году, вместе с трансфертами, вместе с нашими собственными доходами, составляет 725 миллионов лей. На каждого жителя нашей автономии получается всего лишь 4 тысячи 500 лей. Вова, пожалуйста, и разница. Почему такая разница? Почему не соблюдается закон об особом правом статусе, в статье 18, пункт 2, о равномерном составлении бюджета нашей автономии? Или давайте посмотрим капитальные вложения, которые обозначены в законе о бюджете на 2018 год республики Молдова. 50 миллионов лей было направлено нашим соседям к Кагурскому району. Мы за них очень рады, рады их развитию. Но в нашу кагалузскую автономию из бюджета страны было направлено более 2 миллионов лей. Казалось бы, почему такая разница? Почему в определенные регионы направляются такие суммы, а в нашу кагалузскую автономию направляется всего лишь 2 миллиона лей? Вы знаете, у меня очень часто складывается впечатление, что нашими... ...